МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 30 лет на Страже безопасности. Служба по контролю за оборотом наркотиков отмечает юбилей. Заслуженная награда. Спектакль студии «Театралка» и клуба «Зеркало» занял призовое место на международном конкурсе. Веселые старты. В молодежном центре прошли соревнования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Далее расскажем обо всем подробно. Проект закона о власти в регионах приняла во втором чтении Госдума. Изменения к основному чтению вводят четкое распределение полномочий между ее федеральным, региональным и муниципальным уровнями. Мы расширяем полномочия органов власти. Многие вопросы будут решаться в регионах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Теперь местные ЗАГС собрания станут определять, сколько сроков оставаться губернатору на посту. Сейчас глава региона не может быть избран на должность более двух сроков подряд. Законопроект изменяет и механизм ответственности глава региона. Его могут освободить от должности, в том числе в связи с утратой доверия президента. В этом случае губернатор не сможет баллотироваться вновь в течение пяти лет. Наркотики и психотропные вещества уже давно стали серьезной проблемой как для России, так и для всего мира в целом. Перед сотрудниками правопорядка стоит сложная задача – выявлять и предотвращать такие преступления. О работе Саровской службы по контролю за оборотом наркотиков расскажем далее. В 1991 году впервые в качестве самостоятельной службы в МВД СССР было создано четвертое бюро по контролю за незаконным оборотом наркотиков. Саровское подразделение начинает отсчет своей деятельности именно с этой даты. Дальнейшая судьба его была непростой. Служба претерпевала изменения, а затем и вовсе ушла из системы МВД. Обратно вернулось уже в 2016 году. Однако итоги четырех лет работы руководство не устроили. Организация работы нас в корне не устраивала. Общий подход, постановка задач, которые ставились в целом. И, как я говорю, у нас наружные наряды на протяжении нескольких лет преступления данной категории не выявляли. Выявлялись только административные правонарушения. В конце 2019-го, начале 2020-х годов провели переформатирование подразделения. Привлекли новых сотрудников. Результаты не заставили себя долго ждать. И статистика наглядна этому подтверждения. Из года в год показатели улучшаются. К примеру, по административной практике в сфере незаконного оборота наркотиков показатели работы увеличили на 10% по сравнению с прошлым годом. Основной прирост у нас это порядка 30% мы выявили потребителей наркотических средств. То есть тех, кого наружные наряды межмуниципального управления, полиция, иными словами, выявляли на улице, доставляли и выявляли у них факт потребления. То есть получается, по сравнению с прошлым годом, у нас на 30% больше увеличилось количество таких лиц. В этом году существенно улучшили показатели по выявлению наркопреступлений. Для сравнения, в 2020 году выявили 17 фактов, а в 2021 уже 26. Из них три факта склонения несовершеннолетних к употреблению наркотиков, 16 случаев сбыта веществ, а также 7 фактов потребления. О самом отделе рассказать мы не можем. Это закрытая информация. Но одно знаем точно. На их плечах лежит колоссальная ответственность. И далеко не каждый справится с их непростой профессией. Есть такое выражение, кто на что учился, кто куда стремился. Поэтому, я думаю, люди, которые в настоящее время там находятся, они не посторонние. Поэтому и есть надежда в том, что вот эта работа, которая проводится, она будет еще более качественно проводиться и возымеет какой-то результат. Мы огласили лишь промежуточные итоги работы подразделения за год. Полная статистика по раскрытым преступлениям будет известна позже. И мы обязательно расскажем о ней в ближайших выпусках новостей. Проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в финансовых вопросах и получить индивидуальные рекомендации, можно на Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. Подробности далее. Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности проводит Банк России и агентство стратегических инициатив. До 16 декабря все желающие смогут проверить, насколько хорошо они ориентируются в финансовых вопросах, а также получить индивидуальные рекомендации. Вопросы онлайн-зачета касаются отдельных тем, сегодня актуальных. Это темы инвестирования, тема защиты от финансовых мошенников. Также участники зачета смогут проверить свои знания о платежных системах, налогах, вкладах, депозитах, страховании. Отдельная часть зачета предназначена для предпринимателей. Им предложат ответить на такие вопросы, как инструменты финансирования и государственные меры поддержки. Впервые в этом году можно принять участие как в личном зачете, так и собрать друзей или коллег и попробовать силы в командном соревновании. На прохождение испытания участникам дают один час. Пройти индивидуальный зачет можно несколько раз. Количество попыток не ограничено. Без финансовой грамотности, так же, как и без цифровой грамотности, мы сейчас уже не можем обходиться. И, безусловно, вот эти зачеты помогают нам понять, какие компетенции, какие знания еще отсутствуют у наших школьников, у наших обучающих, все разных уровней, для того, чтобы правильнее выстраивать. Пройти программа обучения и в формате спецкурсов, в формате классных часов. При правильном ответе на 20 и более вопросов участник получит именной сертификат. Для участия необходимо зарегистрироваться. Подробности на сайте финзачет2021.ру. Наказание авиаперевозчиков за задержку рейсов регулярных маршрутов ужесточат. Министерство транспорта поддержало позицию Генеральной прокуратуры о внесении изменений в КААП. В Генпрокуратуре отметили, что в 2021 году число задержек рейсов российскими авиакомпаниями выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В отдельных случаях компании нарушали права пассажиров на гарантированные воздушным законодательством услуги. Обеспечение напитками и горячим питанием размещения в гостиницах. Другая важная информация в подборке коротких новостей. ФАС объявила о подорожании услуг ЖКХ в 2022 году. В среднем по России тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля вырастут не более чем на 4%. ФАС проконтролирует изменения стоимости и продолжит проводить мониторинг тарифов. В 2021 году рост тарифа в среднем по стране составил 3,2%. Профилактическую акцию «Дебитор» проведут госавтоинспекторы в Сарове с 13 по 26 декабря. Сотрудники ГИБДД напоминают саровчанам об обязанности вовремя оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения. За неуплату нарушителям грозит еще один административный штраф, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательная работа до 50 часов. Вокальная студия «Радуга» объявляет набор детей с 8 лет на обучение вокалу. Занятия начнутся с 10 января в Клубе «Восход». Записаться можно через навигатор дополнительного образования. Более подробная информация по телефону. Плюс семь девятьсот десять сто восемь пятьдесят семь пятьдесят. В сентябре в Молодежном центре открылись студия «Театралка» и «Клуб «Зеркало» под руководством актеров Саровского драматического театра Павла Козлова и Евгения Цапаева. В ноябре педагоги и ребята поставили спектакль «Чистый понедельник» и представили его на международном конкурсе «ГИД». Творческая деятельность театральной студии «Театралка» и «Клуба «Зеркало» в Молодежном центре началась с первых актерских успехов. На международном конкурсе «ГИД» жюри высоко оценили постановку по произведению Ивана Бунина «Чистый понедельник» и присудили ей звание лауреата второй степени. Играть на камеру начинающим актерам было непросто, но даже это не помешало отыграть спектакль на высоком уровне. Руководство Молодежного центра присылает положение и говорит, хотите поучаствовать, для этого нужно снять. И мы, вместо того, чтобы выпустить премьеру, мы ее выпускаем в режиме записи. Записываем спектакль и отправляем на конкурс. И вот буквально на днях, два-три дня назад, когда это было, нам говорят, что мы стали лауреатами. Всего за полтора месяца работы над спектаклем начинающие актеры прочувствовали непростые судьбы бунинских героев. В постановке задействовано 10 человек, которые постоянно создают действия на сцене и помогают развивать диалоги героев. Педагоги студии решили отойти от приемов классического театра и привнести в спектакль новые творческие решения. Оно необычное, нестандартное. Мы решили не идти прям по таким канонам старого русского театра. Все равно нам самим интересно пробовать что-то, чего, например, нет у нас в театре. И поэтому мы как-то смотрим, делимся с Женей часто какими-то своими впечатлениями о просмотренных спектаклях, о каких-то интересных ходах. Обсуждаем это и потом привносим в наш спектакль. Спектакль «Чистый понедельник» открывает цикл постановок, которые посвящены отечественным нобелевским лауреатам в области литературы. Для зрителей премьера пройдет 13 декабря в 19.00 в Молодежном центре. Вход при наличии QR-кода, а количество зрителей – не более 50 человек. Все приходите 13 числа в понедельник в 19.00 в актовый зал суда. Мы вам покажем замечательный спектакль, над которым, ну, правда, была проделана длительная, кропотливая работа. И мы без вас не можем, потому что театр без зрителя, кому же он тогда вообще нужен? И для ребят это очень важно, именно почувствовать дыхание зрительного зала. Сейчас Евгений Цыпаев и Павел Козлов работают с ребятами над следующей постановкой по стихам Бориса Пастернака. Премьеру планируют представить в январе. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Два раздела, 9 глав и 137 статей. Каждый год 12 декабря отмечают День Конституции Российской Федерации. В преддверии государственного праздника наша съемочная группа вышла на улицу города, чтобы спросить у саровчан, что они знают об основном законе страны. Главный документ нашего государства, ядро всей правовой системы России, Конституция. Она состоит из преамбулы двух разделов, 9 глав и 137 статей. Интересно, а что об основном законе государства известно саровчанам? Читали ли Конституцию о чем она? Скажем так, я ее перелистывал, те разделы, которые меня интересуют. Потому что большую ее выучить тяжело. Те разделы, которые меня интересуют, права, прежде всего, обязанности. Не читал. И не знаете о чем? Нет. О наших правах, которых нет у нас. Конституция читала, там прописаны различные правовые акты. Важный документ? Достаточно. Ну все законы. Как же. Мы раньше все изучали, и все. Это сейчас молодежь ничего не знает. Там улучшились. А вы знали, что в Конституции Российской Федерации нет вообще ни одного слова, заимствованного из какого-либо иностранного языка? Она полностью написана с использованием только исконно русских слов. За 90 лет в нашей стране поменялось 5 разных Конституций. Интересно, что саровчане хотели бы поменять в главном документе нашей страны? Ну, чисто гипотетически. Я думаю, там уже добавлено все такое, что возможно. Я уже ничего не вправе туда добавить. Совсем? Я думаю, да. Меня, в принципе, все устраивает. Ничего не менять? На данный момент я, в общем-то, не склонен что-либо менять. Что добавили? Зарплату прибавить. Некоторым людям, которые мало получают. Два экземпляра Конституции побывали в космосе. Первый в 1999 году на орбитальной станции «Мир», а второй на МКС в 2005 году. Примечательно, что первый экземпляр отправился в космос не просто как символ, а с практической целью. Космонавт Сергей Авдеев хотел получить юридическое образование и попросил текст документа для того, чтобы подготовиться. В молодежном центре прошли веселые старты для детей-инвалидах и детей с ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях приняли участие команды молодежного центра и школы-интерната номер один. Подробности в следующем репортаже. Веселые старты для детей с ограниченными возможностями здоровья проходят традиционно. В этом году в них приняло участие три команды – две из молодежного центра и одна из первого интерната. Каждой команде предстояло пройти шесть испытаний. Мы проводим, соответственно, для детей так, как больше привить детей к спорту, чтобы разнообразить какую-то жизнь. А, соответственно, чтобы у детей было хорошее настроение. И для инвалидов просто у нас мало что проводится. И мы это немного увеличиваем. Первое место в соревнованиях заняла команда «Стрела» из молодежного центра. По словам капитана Марка Коновалова, одержать победу в веселых стартах было непросто. Все соперники были равны. Победителям быть очень приятно. Было достаточно сложно. Самая сложная эстафета для меня была – это эстафета «Ракетка с шариком». Второе место в эстафете заняла команда «Энергия» из первого интерната. А почетную бронзу забрали ребята из молодежного центра РЖД. Для первого места нам не хватило командного духа и чтобы все слушались. И еще нам не хватило того, что мы бы все не просто там шли, а бежали. То есть максимально старались. Всех участников соревнований наградили памятными медалями, дипломами и кубками. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!